Дикий ажиотаж среди игроков мобильных вот всех вот этих вот платформ, систем и всего-всего прочего. Оно и понятно. И сервера проработают еще лет 300, а то и все 500. В поисковиках, в группах ВКонтакте, везде это можно увидеть по большому количеству, даже можно сказать по большому обилию трафика. И многие сразу же охуели от системных требований. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я вас всех категорически, как это обычно и бывает, приветствую. В данном видеоролике мы обсудим судьбу Аризона Мобайл и вообще, что со всем этим будет в дальнейшем. Сделает ли Аризона Мобайл какой-то, знаете ли, переворот в мире вот этих вот, знаете ли, всех мобильных клиентов? Или таки останется на поприще каких-то там, несбыточных надежд, несбыточных мечт и вот всего-всего прочего. Если вам ролики такого формата понравятся, то можете в комментариях написать, допустим, вот, обсуди, пожалуйста, также какой-нибудь, я там не знаю, GTA-самбурский проект по типу, ну, Сантроп РП или Сантроп РП, я не знаю, как правильно, можете в комментариях опять же поправить. Или там, ну, обсуди КРМП проект Блэк Раша, то есть, что будет с ним. То есть, вот чисто на своем, знаете, таком опыте. Вот, что будет на самом деле вот с этим вот проектом, ты нам расскажи, потому что нам-то как бы все это непонятно. И я такой, типа, а, ну, раз вам все это надо, то я, разумеется, все это благополучно расскажу. А также, перед тем, как мы начнем, я бы хотел сказать, что вот все, что я тут выскажу, это чисто мои предположения. Поэтому, как вам к ним относиться, есть два варианта. Либо согласиться со мной поставить лайк и написать комментарий, там, я не знаю, подписаться еще в Телеграм, во все прочие социальные сети, ну, вы сами все это знаете. Либо же, со мной не согласиться, поставить дизлайк, а написать комментарий и, ну, допустим, также подписаться в Телеграм-канал и следить за всеми новостями, чтобы самым первым на будущие видеоролики ставить дизлайки. То есть, тут выбор только за вами. Ну, а мы, как и полагается, как и во всех видеороликах, начинаем обсуждать как раз-таки эту тему, эту проблему и вот все, что с ней связано. Так вот, в чем же заключается вся вот эта вот проблема Аризона Мобайла? Давайте начнем вообще изначально. Когда вот только начали вот появляться какие-то слухи по поводу Аризона Мобайла и всего-всего прочего, сразу появился дикий ажиотаж среди игроков мобильных вот всех вот этих вот платформ, систем и всего-всего прочего. Оно и понятно, то есть, до этого у нас были какие-то подделки, вроде как, там, чуваки что-то пытались, обрали какие-то, там, я не знаю, моды, которые уже были, то ли в открытом доступе, то ли они их выкупали, и вот что-то было абсолютно точно непонятно. И вот было неясно, нести туда деньги или все-таки подождать какой-то более инновационный, более лучший проект. И вот Аризона Мобайл, вернее, Аризона РП обратилась к игрокам и сказала, что вот у нас будет, ёпта нахуй, свой Аризона Мобайл, на котором будет все пиздато, все круто, а так как мы Аризона РП, деньги вы можете нести нам, они у нас будут в полной сохранности, и сервера проработают еще лет 300, а то и все 500. И игроки такие, ага, то есть, нам не нужно нести свои деньги в какие-то непонятные стартапы, которые то открываются, то закрываются, то у них там какие-то, я не знаю, новые обновления вводятся, то еще что-то, то есть, нам нужно ждать Аризона Мобайл. И, в самом деле, игроки начали все это ждать, начали активно гуглить информацию по поводу, и без повода, насчет Аризона Мобайл. И выискивали прям вот всю информацию, которая только была на ютубе, в поисковиках, в группах ВКонтакте, везде, это можно увидеть по большому количеству, даже, можно сказать, по большому обилию трафика на видосах, на каких-нибудь постах, в группах ВКонтакте, в журналах ВКонтакте и во всем, во всем прочем. И игроки такие, ну все, значит, мы будем ждать Аризона Мобайл. И вот, там, спустя какие-то сливы, спустя открытое бета-тестирование, спустя вот, все-все-все это, у нас выходит Аризона Мобайл. И многие сразу же охуели от системных требований. Ну, ясненько-понятненько, донат машина. Тут по-другому и как бы не скажешь. Потому что системные требования были, что-то типа, там, я не знаю, операционная система Android 7.0 и выше. А многие до сих пор, как бы, если мало ли кто-то не знает, сидят на 5-й, на 6-й. Действительно, такие люди есть, которые когда-то, там, знаете, давно, купили себе телефон, и вроде как он у них, там, я не знаю, ВКонтакте тянет, вроде как Инстаграм полистать можно, в Твиттере поретвитить твиты можно. И, в принципе, а зачем нам еще что-то надо? Ну, там, допустим, 5-й Android, да, или там 6-й Android, ну а что еще нужно? И, разумеется, там еще было 4 гигабайта оперативки, то ли 2 гигабайта оперативки, то ли 4, я точно не помню, но вот что-то вот в этих вот объемах было. И это тоже проблема, потому что у многих 1 гигабайт оперативки. И вы сами понимаете, что Rezona Mobile в данном случае стала отлетом, таким, знаете ли, для всех людей, которые ее ждали. Не для всех людей, которые ее ждали, а для некоторых людей, которые ее ждали. То есть, вот, считаем, некоторые люди отсеялись вот на релизе вот этого самого, но были люди, у которых, типа, ну, системки-то совпали. Вроде как, они давно купили новую Xiaomi, или недавно купили новый Honor, и вроде как уже, знаете ли, можно поиграть. Они все скачивают, заходят, и лаунчер начинает скачивать обновления. Скачивает, 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 и вот тут, я не знаю, там, либо PreparData, либо какие-то прочие ошибки, либо они заходят, все уже скачалось, все уже нормально, они заходят. И, разумеется, у них, вот, они нажимают оффлайн, там, или еще чуть-чуть наподобие того, и у них черный экран, ничего более нет. То есть, было много ошибок, много всего. Сейчас, конечно же, уже большое количество этих самых ошибок разработчики, создатели и держатели Arizona Mobile, Arizona RP Fixed, потому что, ну, как игроки-то с ними играть, в самом деле, могут. Но все равно, то есть, отсеялась еще и на этом моменте вся часть вот этих вот, всех, знаете, людей, которые хотели поиграть. То есть, уже от такого, знаете, пирога мы отняли два таких, не то чтобы даже больших куска, а все равно весомых, весомые люди все равно там были. И вот сейчас остались люди, у которых, вроде как, и системки подошли, и скачать они смогли, там, знаете ли, как-то все это исправить, и заходят они на сервер. И изначально, вообще не зная о вот этих вот всех бедах, об вот этих вот всех проблемах, они все это скачивают, все это устанавливают, заходят, а у них там, знаете, 10, 15, 20 фпс на локскрине. И они такие, типа, че, блядь, мы ебались, мы, блядь, ебались, ебались, ебались и кончили вот так вот, блядь, или что? Вы вот про это нам хотите все сказать, или как вообще, мы вообще не поняли, то есть, это вообще как так произошло-то? И, ну, потом, разумеется, они все поняли, то, что нужно там свернуться на какое-то другое приложение, опять зайти в Arizona Mobile, и там стабильнее, знаете, 60 фпс, или там на центральном рынке поменьше немного фпс, но, тем не менее, все оно есть. И что можно сказать по итогу-то? Что можно сказать? Во-первых, до сих пор нельзя отследить, типа, играет человек с мобилки, или играет человек с компьютера до сих пор, то есть, ничего такого, знаете ли, они придумали до сих пор, ничего такого, знаете ли, нет. Вот, поэтому вы можете спокойно увидеть человека, который едет по оживленной какой-то трассе, но вдруг там куда-то врезается, еще что-то не справляется с управлением, там, знаете, куда несет дым, и вот все вот это вот прочее. И, типа, и вы такие, типа, блядь, а вот чел-то, он играл с телефона, или он играл с ПК? И вот, перечисляя все эти минусы, разумеется, если Arizona как-то все это поправит, она и сейчас начала уже все это исправлять более-менее, и уже вот та часть игроков, которые отселись на втором шаге, на втором куски пирога, они уже начинают как-то более-менее приглядываться и пытаться зайти, но все равно встречаются с некоторыми ошибками до сих пор. Но, тем не менее, вот если Arizona Mobile, Arizona RPA исправит все эти ошибки и станет более-менее как-то постабильнее, чем вот на моменте вот этого вот выхода и после выхода, там, несколько дней, недель, то, разумеется, можно сказать, что Arizona Roleplay обгонит вот все проекты в GTA Samp на Android, которые сейчас есть, потому что это Arizona, это надежность, это стабильность, это уже какой-никакой бренд, и вот как-то так все это и происходит. Но, существует такая гипотеза, такая теория лично моя, что Arizona может удариться в какие-то другие обновления, допустим, для ПК-версии, вот там, знаете, как кинотеатр они уже разрабатывают и все прочее, и забьют как-то на весь этот Arizona Mobile, ну, вроде как люди заходят, вроде как какие-то люди там играют, вроде как там что-то еще происходит, ну, типа, и нормально, и так сойдет. И как-то на это все подзабьют, а потом вот так вот спохватятся, посмотрят на статистику внутреннюю, которая у них там есть, а с мобилок-то играет там тысяча человек на всех 12-13 серверах, и типа посмотрят такие, а зачем уже что-то делать. И, разумеется, народ, который не смог поиграть тут, на Arizona Mobile, уйдет на те же самые Santhrop RP, на еще какие-то там, знаете, вот эти все ролеплей-сервера для Sampo на Android, и по итогу Arizona Mobile потеряет такой значимый вид трафика. Так, разумеется, я рассчитываю на то, что ничего подобного не случится, Arizona Mobile доведет, вернее, даже руководство Arizona RP доведет Arizona Mobile до ума, и мы уже сможем, так знаете, насладиться игрой более-менее в каких-то там, знаете, надежных уже вот этих вот FPS-ах, в надежных уже вот этих вот во всех руках. Я не знаю, лично у меня все работает, и вроде как все, типа, нормально. Да, есть некоторые там еще, знаете, мелкие проблемки, вот по типу, опять же, того, что нужно сворачиваться на одно приложение, разворачиваться потом опять-таки в Arizona Mobile, и не особо это приятно, но пока что все-таки ОБТ, вернее, даже не ОБТ, ну, типа, что-то наподобие того там, есть, это все равно не финальная версия, и я думаю, что потерпеть более-менее можно. Как говорится, Озон терпел, и нам, всем игрокам Arizona Mobile, да и вообще другим игрокам, велел. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, заходите на Arizona RP по айпишнику в описании, и также подписывайтесь на мой телеграм-канал. На этом все.